Ежегодно в коллектив Лангипас нефтегаза приходят молодые специалисты. Минувшим летом на предприятие трудоустроились порядка 20 человек из разных городов России. В основном юноши. Холодный север девушек пугает, но не всех. Анастасия Клеущатова не из робкого десятка. Приехала в Лангипас и сразу в нефтедобычу. Коллектив в ЦДНГ меня встретил очень тепло. Я нашла здесь много друзей, близких в чужом для себя городе. Можно сказать, что благодаря им город стал родным. Также я проходила стажировку в геологической и технологической службе. Там меня также очень тепло приняли. Помогали советами. Я им очень благодарна за полученные знания и хочу продолжать дальше развиваться в этой отрасли. Анастасия мечтала о профессии адвоката, но по настоянию родителей стала геологом, окончив с красным дипломом национальный исследовательский политехнический университет. Отработав всего 6 месяцев в Лангипаснефтегазе, Анастасия приняла участие в конкурсе на лучшую научно-техническую разработку среди молодых специалистов предприятия и заняла второе место. Ее проект назывался «Перспектива ввода в разработку ранее невыявленных запасов объектов Ачимовской толщи Уривского месторождения». Было, конечно, приложено много усилий. Часто приходилось все менять. Иногда оказалось, что уже вообще ни на что не хватает сил. Но я очень рада, что все было не зря. Также будем дальше работать над своим проектом, чтобы успешно выступить на финальном этапе уже на обществе. Опытные сотрудники Лангипаснефтегаза во всем поддерживают начинающего нефтяника. И словом, и делом. Анастасия очень перспективный молодой специалист. С ней очень приятно работать. Она за такой короткий период времени очень много узнала. Она очень быстро все запоминает, схватывает на лету, как говорится. По работе оператором с легкостью ей все дается. Она быстро поняла, как отбирать пробы, производить диабет скважин. График Анастасии расписан буквально по минутам. Основное время, безусловно, занимает работа. Однако девушка находит время и для занятий спортом. Поддерживает форму в тренажерном зале. Ирина Мирошниченко, Олег Басарыгин. Наши города. Продолжение следует...